Добрый день, я сегодня тему поднимаю опять-таки двух генералиссимусов. Продолжаю. И смотрите, в какой момент зомбоящик включился, вот эта вот, чтобы оправдать эту монгольско-чингисхановскую революцию, которую они назвали русской, это вообще глумление, вообще страшное, просто издевательство. Вот зомбоящик, значит, сабдеповские. И когда вот это поперло коммуниздия, бандеровщина, петлюровщина и вся вот, вся эта свора вот свесит клубок, здесь все это называли революцией, все это, что Ленин спас, спас, спас. Я хочу просто обратиться к вашему разуму, к цифрам, чтобы навести в какой-то в головах людей порядок. Вот, чтобы вот всю эту лужу просто, ну, как бы раздеть и разуть, я просто приведу такие вот, ну, чтобы было понятно. Значит, громадную контрибуцию, которому горы золота немцам отдали, за месяц до их капитуляции. Вот, все это, говорится, что это правильно, замечательно, что это не слабоумие, что это дебилизм, что мы утопили флота и остались практически безоружными. То есть, мы увидели, как отсутствие флота нашего, гибель флота нашего в Тихом океане, как она повлияла на ход войны негативно, да, а тут мы сами утопили, вот так чудесно мы обошлись. Ну, я просто, давайте сопоставим те события, ну, действительно, может, была катастрофа какая-то. Они шпионы, они шпионы, вот эти Джугашвили, вот эти поляк Сдержинский, Бланка Ленин, ну, и Бронштейн, там, ну, и вот другие, вот это вот, все вот это вот, так называется, русская революция, вот они спасители, спасители, да. Ну, давайте посмотрим, от чего они там спасали. Вот, если мы вспомним войну, она с чего, в 41-м году война для нас началась с обрушения всего фронта, от моря до моря, просто, как громадной суперкатастрофой, которую Российская империя не знала. Громадное количество плен, 3-4 миллиона, это буквально в первые месяцы. А там, вот смотрите, может быть, то же самое было в Первом мировом? Нет. Нет, мы, оказывается, вот если просто это люди не знают, наверное, можно, наверное, в школах там это не преподается, наверное, иначе как бы вот такую муть несли, то есть первые же дни войны мы наступали, хотя мы имели не 90, а всего 30 корпусов, как к 17-му году, то есть мобилизацию мы не успели провести, нам объявили войну, а не как мы, империалисты, мы мечтали захватить весь мир. Вот это Николая делают каким-то Гитлером, каким-то Гиммлером, понимаете, который сидел и думал, как бы там захватить территорию своей жены. Он же женат был на немке, он хотел поработить, думает, немцам всем. Вот о чем, оказывается, он думал. Оказывается, не Вильгельм захватчик был, да, который писал, что русские, я так презираю русских, это его, в общем-то, родственник, можно сказать, брат, занимает престол в России, и этот Олег Гафрен пишет такие вещи. Ну, другой бы, может, гордился, что рядом, перед которым он родственных отношений. Ну, вот, давайте посмотрим, что же, как же развивались события в 2014 году. Они развивались с громадных поражений германской армии. Не мы отступали, а немцы отступали. Две наши армии раскатывали одну дивизию за другой немецкой. Ну, с чего же началось, как бы, вот, опять-таки, с нехватки боеприпасов. Опять какие-то, ну, наступления, как бы, иссякают. Вот, мы договаривались с англичанами о поставке снарядов, были, как бы, суммы закачены, получили мы и фигу. Вот, ну, и, в частности, космополитизм. Но больше еще нас губил космополитизм. Догадайтесь, кто командовал одной из наших, генерал РНК. Ну, это же просто какой-то... Вот, представьте, мы русские, и нас посылают убивать русских. Ну, вот, я понимаю бы, этого генерала использовали в русско-японской войне, о какой-то день войне с Турцией, ну, еще какие-то... Ну, ну, и вот так же, понимаете? Ну, и даже вот как-то в предательстве его тяжело обвинять. Ну, не хотел убивать человек свой. Вот, я только так понимаю. Только поэтому он открытым текстом передал, что 2-я армия наступать не будет. Ну, естественно, немцы перехватили эту открытую передачу. И, естественно, они, как бы, перебросили все на уничтожение соседней армии. Ну, да, потом... Вот, опять-таки, ну, в военном деле такое случается. Вот, к сожалению, вот, каждая мелочь важна. И если космополитизм преобладает в армии, в государстве, это и есть самая большая мор, самая большая чума. Ну, что, как бы... Если 1914 год начался с наших побед, 1915 год ознаменовался, ну, как бы, нашими крупными поражениями. Ну, крупными неудачами, я бы сказал. Ну, давайте посмотрим, что же там произошло. Что, какая, какая катастрофа. В Германии назревал гигантский год. У нас ничего подобного. Это не было, были запасы продовольствия. Просто саботаж, организованный немцами на транспорте, когда постующим платили больше, чем работающим, конечно, сказывал свою, как бы, так сказать, роль. И непротиводействие вот этому, конечно, сказывалось. Вот. Ну, и потом... Вот... 1916 год. А вот 1916 год, он уже, как бы, солнце отправилось спять. Это неудачи германского правительства. Вот. То есть, брусиловский прорыв. Полтора миллиона убитых австрийских солдат. Громадная дыра, которую они потом уже не смогут даже восполнить после даже выхода, после того, как Ленин вывел Россию из войны с помощью своего чудовищного, так сказать... Ну, я даже не сказал бы предательства. Он всегда был враг русского народа. Он это позиционировал. Он это выступал открыто за поражение русских войне. Об этом писал. И в апрельских прийти тезисах. И я не знаю, каким надо быть конченным дебилом и олигофреном, чтобы в России вот это поддерживать. Ну, еще в Германии бы кто-то поддерживал. Это было бы нормально. Ну, и вот давайте посмотрим. Ну, в конце концов, брусиловский прорыв не привел к полному разгрому. Разгромили почти полностью Австрию, Турцию. Но Германия, крепкие вояки, они держались. Почему? Почему это произошло? По одной небольшой причине. Англичане не поставили снарядов. На один наш снаряд, по воспоминаниям генерала Деникина, немцы отвечали 160 снарядами. Но это не значит, что это была какая-то суперкатастрофа. Почему это еще происходило? Да еще не было руки Петра Первого. Не было человека, который бы избил всех палкой. Потому что, если казенные заводы делали снаряды в одну цену, то частные предприятия изготавливали в три раза дороже. То есть, наживались. Подонки и предатели бессовестно наживались на существующем. Ну, конечно, можно было бы их взять и кинуть в штрафные батальоны. Взять, мобилизовать, взять под контроль их предприятия хотя бы на время войны. Но, к сожалению, ничего этого не было сделано. Но это могло быть, было бы сделано в любой момент. Если бы пришел какой-то харизматический лидер, типа генерал Корнилов, генерал Капель, ну, или адмирал Счастный, ну, адмирал Колчак. Я думаю, что все они сумели бы это сделать и провести как бы железной рукой. Ну, вот давайте посмотрим, что вот до прихода, что была какая-то такая безысходность, что бы. Ну, давайте, вот Керенский, да, очень неудачный первый наш, как бы, руководитель страны после царя, юрист, невоенный, возглавляет правительство. Ну, и он же возглавляет не на тысячу лет, а до первого учредительного собрания. Вот, как бы должен был. Вот. И, естественно, и установка могла поменяться, и как-то смотреть безысходно совершенно не нужно было. Ну, что вот немцы перед самым октябрьским мятежом имели, да? Ну, сам их успехов с Санкт-Петербурга не взяли, в блокаду его не взяли, флот их успешно отбил, Киева не взяли, Минска не взяли. Ну, вот успех существенный был, что захватили Ригу. Ну, ведь и мы же вкатывались, то они вкатывались, то мы вкатывались на их территорию. Тоже та же ситуация происходила на Западном фронте, то одна сторона брала вверх, то другая. И ничего кошмарного в этом не было. Я хочу сказать, что вот ложь наших коммунистов обнаруживает записи генерала Людендорфа, который писал, мы мечтали о мире Сульске, мы упрашивали Николая, мы были согласны на любые условия. Это чужие немецкие генералы, такие дурачки, что... Но Николай не хотел даже разговаривать, а сейчас они врут, что Николаю, оказывается, упрашивал, что не австрийцы хотели с помощью сепаратного мира выйти из войны. Давайте посмотрим, принесло ли нам счастье вот этот сепаратный мир. В то время, как в 18-м году для всех стран война, в том числе и для Германии, закончилась, она у нас бушевала до 22-го, 23-го года. И крестьян под Тамбовом наших травили газом, убивали, творили геноцид. И вот все вот это происходило. Вот. И что касается коммунистов, вот это настолько болтологи, они настолько обещают, вот все, что бы они не обещали, это всегда оборачивалось враньем. Но я хочу вот все это убить коммунистическую болтологию цифрами. Вот цифры, статистика, вот их очень трудно извратить. Смотрите. Вот под подсчетом, самым скромным, мы потеряли 8 миллионов во второй мировой войне. Вот в войне с немцами, да. Однако мы, Джугашвили, провалил наш фронт. Основная часть наших танков сожгли. Все наше преимущество в авиации, в артиллерии, все было утеряно, все. Жуков, когда повел под Москвой сибирской дивизии, мы наступали при полном перевесе немецких уже частей. У нас не было ни преимуществ. Однако из труднейшей ситуации, когда Ленинград, черти знает, 900 дней находился в какой-то несусветной блокаде, когда мы знаем, когда мы знаем, что из-за идиотизма Джугашвили, да, их, когда его любимчик провалил Хрущев наступление под Харьков, чуть не пал Волгоград, ну, Сталинград, который тогда назывался, да. И вот ничего такого кошмарного у нас не происходило. Мы сами в результате подписанных вот этих конченными кретинами договора, да, мы передали просто горы золота, да, и эти горы золота пришли в Германию за месяц до ее капитуляции. Вот это я вот просто хочу этим выявиться. Слушайте, вот это не дебильность, это не не конченые дебилы, понимаете? Как же так? Ну, вот ты же видишь, ну, подписал бумагу, ну, ты же видишь, что вот страна окончается. Нет, они продолжали, они выполнили все обязательства, американские шпионы, вот эти Джугашвили, Поляк-Сдержинский, Лацис, вот, ну, и прочий там, прочий там, вот этот космополитический колган, бланк, чуваш, Чуваш Ленин, да, вот они все, 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 что обещали, и даже того, по-моему, чего не обещали, вот, по-моему, они не обещали даже помогать в Турции в войне с Грецией, но Греция, которая победоносно наступала, которая не была поддержана ни Францией, ни Англией, которые бросили ее на произвол судьбы, однако она успешно громила турецкие части, пока Ленин, Джугашвили, вся эта сетью Хунвы и Бины не пришли на помощь, вот, ну, и в частности, они даже помогали разложить тот самый корпус, который за 50 километров после заключения Брестского мира, но неудивительно, что немцы начали наступать, казалось, ты успокойся, гадости, пакости понаделал, теперь ты властвуешь, теперь пусть бы там немцы завязали хотя бы во Франции, нет, они же слали все эти вот Бронштейны, своих эмиссаров, чтобы любой ценой вот эти бланки и прочее разложить вот русский корпус, который оборонял под Парижей, который каким-то чудом его спас, потому что, ну, вы можете себе представить, какая бы катастрофа нас ждала, у нас же бумажка, вот этот Брестский мир, вот этот подписанный, да, и флот, который мы утопили, и адмирал частный, убитый китайцами, вот, вот они делатели русской революции, так сказать, и плюс оживилась петлю рыбщины, которая выступила вот эти бандеровцы тогдашние в тесном союзе с коммунистами, а потом они визжали, верещали, вот против коммунисты с нами грубо обращались, ну, а как обращаются с поганой девкой, которая вот как будто проституткой, которая отдается налево и направо, так сказать, вот, которая когда надо помогает, когда надо ей пользоваться, так сказать, вот, вот такая ситуация, я как бы, чтобы вместе вот просто я, может быть, знаете, не подготовлено вот сейчас все это экспромтом, я даже не обдумывал тему, но, понимаете, я не мог не среагировать на вот вот то вот это пропагандонство, которое как навозные жижи разливается по всей стране и заливается людям в уши, вот я, сопоставьте, 8 миллионов до потери во второй мировой войне, да, я даже сейчас не беру потери мирного населения, да, что а вот численность наших войск к 17 году, да, в момент вот этого Бритского мира 10 миллионов, 10, вот, и по мнению коммунистов это была не сила, ну, в дебильных руках, да, вот если мы начинали войну и начали наступление имея 30 корпусов, то уже в 17 году мы имели 90 корпусов, то есть у нас дополнительно добавилось еще 60 корпусов, и конечно вот нехватка снаряда применения немцами химического оружия, потому что потом охотно подхватили коммунисты, уничтожая тамбовское крестьянство, вот, но была ли вот эта ситуация безвыходна, конечно, нет, дело в том, что как бы хочу вот такой момент обратить ваше внимание, как можно было выйти, когда-то занять даже после такую легкую оппозиционную войну, ведь вот сразу после Октябрьской революции, это вот этой коммунячи, Чингисхановской, вот немцы-то и капитулировали, прошли месяцы, нам достаточно было продержаться в каких-то оппозиционных боях, как можно было выйти, у нас, конечно, были горы золота, чтобы наладить производство, закупку снарядов, ну, допустим, все не получилось, деньги промотали, все проели, был ли выход при этом, имея 10 миллионов штуков, конечно, да, конечно, как бивались немцы, у англичан было превосходство в снарядах, у французов суммарно они в снарядах не жалели, они смешивали немецкие окопы с грязью, но, однако, как только они поднимались, англичане, по ним открывали ураганную окон, в чем же дело? Дело в том, что немцы зарывались в блиндажах на 60, на 3, не на 60, я не хватанул, конечно, на 15 метров, но это тогда супер глубина, никакая артиллерия туда не добивала. Значит, можно было организовать линию обороны, тупо продержаться в этой обороне, то есть закопаться, сделать, быстро создать линию, как мы и сделали вот, когда враг подкатился к Москве, когда он взял, в отличие от первой, Минск, когда он захватил Киев, когда под Киевом уничтожили группировку из идиота, из Хунвоебина, джугашмилевцев, дебилам, которым объясняли, что вот, группировка, давайте, вот сейчас, после Ельцинского, после наступления под Ельни, давайте, еще можно, улизнуть, нет, дебилы, сказали, нет, вот, к сожалению, такова была ситуация, вот, просто сопоставляйте цифры, чтобы вот это, вот, не впасть, вот, в этот, весь маразм, который навязывается повсеместно, всего доброго. в следующем году. Продолжение следует...